Совершая покупку в магазине или расплачиваетесь, вы забираете чек или уходите, не дождавшись пока кассовый аппарат распечатает. Напишите под этим видео, кто делает так. А вы знаете, что чеки могут улучшить финансовое состояние и вернуть вам потраченные деньги с помощью ритуала сжигания чеков. Смотрите видео до конца, ведь я расскажу, как сделать эту популярную технику. Прямо сейчас подпишись на канал, поставь ему лайк и поделись с теми людьми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, богатства и процветания. Пусть они также получают эту ценную информацию и становятся тоже богаче. Приветствую всех на канале, с вами Елена Макаренко. Ритуал сжигания чеков, что это и зачем его проводить. Деньги вообще несут в себе сильную энергию, а кассовые чеки сохраняют энергию потраченных средств, и в них содержится вся информация о расходах и все данные о денежном потоке. Ритуал сжигания чеков относится к симаронским обрядам. Симарон – это техника духовного развития, которая направлена на усовершенствование своих умений и воплощение заветных мечт и желаний, с помощью простых симаронских ритуалов люди добиваются успехов жизни, находят любовь, обретают финансовое благополучие и продвижение по карьере. Практика сжигания чеков помогает освободить денежную энергию и направить ее на возврат финансов в вашу жизнь с помощью огня. Астрологи считают огонь сверхмощным и возобновляющимся. Он помогает запустить процесс, возвращение денежных средств и привлечение новых. Возвращение денег может происходить по-разному – в виде выигрыша, подарка, премии к зарплате, бонуса или возвращения долгов. Очень важно – кассовые чеки, банковские квитанции, расходные накладные, транспортные билеты – это все считается чеками. Категорически нельзя все из перечисленного хранить в кошельке, иначе вы будете быстрее тратить деньги и их энергию. Желательно складывать их в отдельную коробку или конверт зеленого цвета. В какие же дни в марте 2022 года нужно сжигать чеки? И такие чеки нужно сжигать согласно лунному календарю. И эти лунные дни должны совмещаться с солнечными. Солнце управляет огненной энергией и указывает на эти дни, которые будут благосклонны к огню. Для улучшения финансовых дел и приумножения вашего капитала такой ритуал необходимо проводить на растущую луну. Для поголошения долговых обязательств, уменьшения задолженностей и сокращения расходов такой ритуал необходимо проводить на убывающую луну. Для поступления новых и возврата денежных средств чеки необходимо сжигать в марте 2022 года по следующим дням 12 и 13 марта. Для погашения задолженности и уменьшения затрат чеки необходимо сжигать по следующим дням 26, 27, 28, 29, 30 и 31 марта 2022 года. Как же правильно проводить ритуал для сжигания чеков? Подготовьте собранные чеки. Они должны быть исключительно ваши. Их нельзя позаимствовать у друзей или родственников. Оплата должна происходить лично от вас. Если вы отправили ребенка в магазин за хлебом, то этот чек вам не принадлежит. Количество чеков не имеет значения. Их может быть сколько угодно, но желательно больше, чем один. Практику рекомендую проводить на открытом воздухе или в хорошо проветренном помещении. Чеки сжигать надо на растущую луну. Говорить надо твердо и уверенно. Можно написать на квитанциях перед сжиганием оплачено. Благодарю за деньги красной ручкой. Итак, возьмите огнеупорный сосуд, сложите чеки и произнесите следующие слова. На высоком небосклоне месяц серебряный встает. С запада на восток идет. Луна каждый день прирастает. Бощок округляет. Светосияние прибавляет. Как верно то, что в час ночной восходит на небо месяц удалой. Так и верно то, что в доме моем денежки множатся, в припас ложатся. Аминь, аминь, аминь. Затем подожгите чеки и пока они горят, скажите три раза следующие слова. Чеки сжигаю, богатство зазываю. Чеки сжигаю, богатство прибавляю. Чеки сжигаю, богатство укрепляю. Во благо мне, во благо всем истина. Потраченные на лекарства чеки нужно сжигать вместе с теми, которые сжигаются на уменьшение расходов. Также аптечные чеки можно сжечь отдельно. В эти же даты со словами. Чеки аптечные сжигаю, дорогу за лекарствами себе закрываю. Все болячки мои огонь заберет, пеплом в небо унесет. Во благо мне, во благо всем истина. После того, как чеки сгорели, развейте пепел по ветру и закопайте его в землю. Потраченные деньги начнут к вам возвращаться. Если хотите проверить результат, посчитайте заранее общую сумму собранных чеков и следите за вашим денежным потоком в ближайшую неделю. Они к вам обязательно вернутся. По окончанию ритуала поблагодарите Вселенную, отпустите мысли о сожженных чеках. Постарайтесь не вспоминать о них и переключитесь на что-то другое. Предоставьте выполнение желания созидательным силам свыше и вы не заметите, как деньги начнут к вам возвращаться. В ритуале самое главное правильно все выполнить. Надо верить или хотя бы надеяться, что ритуал вам поможет. Сжигать можно и нужно не только чеки. В наш высокотехнологический век нам все сложнее использовать наличные деньги. На смену им приходят чеки, денежные переводы и платежи, а также накладные деньги и договора оплаты. Не важно, как это оформлено. Важно, что происходит с этим потом. Деньги вам отданы. Ваши деньги отвечают на ваш денежный поток. Чеки являются подтверждением денежной операции, то есть эквивалентом денег. Если вы просто выкидываете те бумаги и чеки, что несут энергию ваших платежей, вашей денежной энергии, то этот процесс запускает долгий возврат денежных средств обратно. Если же вы, сжигая чеки и квитанции платежей, вы запускаете быстрый возврат денежных средств обратно. Так оно и пропускается через энергию огня. Это способствует быстрому перевоплощению ваших денежных средств, активизирует ваш денежный поток. Конечно же, деньги не повалятся с неба. Вам нужно приложить хотя бы самому какие-то усилия. Но то, что удача будет на вашей стороне, это факт. И я вам рекомендую все квитанции ваши и чеки не выбрасывать, а сжигать. Попробуйте завтра обязательно сжечь своих несколько чеков и потом напишите в комментариях под этим видео, как у вас пошел денежный процесс. Наблюдалось ли у вас в жизни что-то неожиданное в виде получения денежных средств. Подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать интересные видео на моем канале. И обязательно поделитесь этим видео со своим братом, сватом и друзьями. С вами была Елена Макаренко. До встречи в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok